День Города 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 будет исчислено по простой стандартной формуле. Берется 70% кадастровой стоимости объекта, который у нас продается, объекта недвижимости, вычитается 1 миллион необлагаемый вычет налоговый, и эта сумма умножается на 13% вставка НДФЛ. То есть здесь мы говорим о том, что никакие дополнительные расходы налогоплательщика учитываться не будут, поскольку такой информации у нас нет. Декларационная кампания касается также нотариусов и адвокатов с частной практикой, индивидуальных предпринимателей и других. Наравне с ними они должны отчитаться по форме 3НДФЛ. Но есть и исключения. Так, дедлайн 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов по НДФЛ, например, в связи с покупкой жилья. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение 2021 года. Предоставить декларацию о доходах формы 3НДФЛ можно и онлайн через сайт ФНС России. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На портале госуслуги появится сервис, позволяющий проводить собрания собственников жилья в электронной форме. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе отмечается, что на портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. В правительстве рассчитывают, что появление нового сервиса упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов во время пандемии. Новый функционал появится также на портале муниципальных услуг. Рязанец мог оплатить налоги iPhone и Apple Watch. Все дело в его задолженности – 80 тысяч рублей. Когда за дело взялись судебные приставы, то они наложили арест на его дорогостоящие гаджеты. Тогда рязанцу пришлось выбирать – забыть об Apple или погасить долг. Один из самых быстрых способов погасить задолженность по налогам узнал житель Рязани. Ему сообщили, что он ушел в минус на 80 тысяч рублей. Погасить задолженность сразу у мужчины не получилось. Тогда к делу подключились сотрудники отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов. В ходе работы сотрудники органов принудительного исполнения в присутствии понятых наложили арест на гаджеты, предварительно оценив смартфон и умные часы в 60 тысяч рублей. Однако в течение дня после оформления документов гражданин М полностью погасил имеющуюся задолженность по налогам и вернул себе обратно арестованное имущество. Оригинальное управление Федеральной службы судебных приставов напомнило рязанцам, что в ходе исполнения требований исполнительного документа специалист вправе арестовать имущество, изъять его и выставить на продажу. Что еще важнее – все расходы на хранение арестованного имущества взыскиваются с должника. Управление Федеральной службы судебных приставов России Паризанской области рекомендует гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои долговые обязательства, регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России, в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также использовать возможности мобильного приложения ФССП России. Даже такое минимальное внимание к своим долгам поможет защитить нервную систему от лишних стрессов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А это новость для тех, кто решился окончательно попрощаться с Новым годом и убрать из квартиры главный символ – елку. Не спешите нести ее на помойку. В частной конюшне, местечке-истопнике Рыбновского района, есть предприятие по переработке хвойных деревьев. Причем натуральное. Местные обитатели считают елки настоящим деликатесом. «Остается только чистая веточка. Мы, собственно, вот нам привозят вот эти елки. Все, что звери обголодали, у нас потом рубится и в печку отправляется. То есть безотходное производство». Кролики, доедающие ушедший год, в этом удивительном месте уже никакая не экзотика. Хвойные иглы уплетают за обе щеки и старый млад, причем вне зависимости от породы. Вот этот огромный француз, например, посмаковать веточкой готов всегда. Их кормят обычно раз в день, но на зеленый деликатес ушастые реагируют и днем, и ночью. Узнали о таких нетривиальных предпочтениях кроликов, кстати, совсем случайно. «После зимних праздников оставалась елочка, мы как-то вот просто машинально отломили веточку и как бы шутя вот так вот дал попробовать. И все, с этого началось». Да что там кролики? К колючему лакомству пристрастились все обитатели местной конюшни. А их здесь немало – 16 лошадей, 7 кот, 7 гусей и все гурманы. Совсем юные козлята предпочитают съедать все. О том, что это, наверное, вкусно, начинает догадываться и местная кошка. Но она пока не пристрастилась. «Хвои очень полезны для сельскохозяйственных животных. В частности, раньше во всех лесхозах были цеха по переработке хвои в витаминную муку. И эту витаминную муку добавляли на фермах в корм у животных. И лошадей, и коров, и так далее. Куром сыпали. И хвоя, она содержит очень много витаминов. А, С, Е. Очень много аминокислот. И по составу хвоя богаче, чем молодая трава майская, июньская. Такой постновогодний аппетит вполне оправдан. На ферму приносят новогодние елки отовсюду. И местные жители, и коммерсанты. Цена одного экземпляра в магазине – около 600 рублей. Здесь сегодня шутят, что кормят тутошнюю фауну почти золотыми деликатесами. Раньше у нас как-то получалось, что хвоя попадала к нам спорадически. То есть, где-то там, как кто-то знакомый, одну елочку привез. И вот у нас весь табун на эту елочку бросается. Сейчас к нам привозят машинами. Поэтому животные до весны с витаминами. И как бы и мы довольны, и людям хорошо. В истопниках сегодня готовы принимать любой объем новогодних символов. Разве что не массово, а по предварительной договоренности. Местные братья с зимним витамином будут рады. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин